Мать нагуляла его, пока муж был на фронте. Ульяновский маньяк Анатолий Уткин. Жестокий убийца, орудовавший в 60-х, 70-х годах в Ульяновске. Всего на его счету 9 жертв, из которых двум удалось выжить. В советское время, как известно, не любили говорить о существовании такого явления, как мания убийства. Такие вещи замалчивались, ведь считалось, что в СССР самый низкий уровень преступности. Но на самом деле это было совсем не так. В 1968 году в городе Ульяновск внезапно пропала девочка. Ее тело нашли потом в реке. По городу прокатился слух о маньяке, тем более, что через несколько месяцев было совершено новое преступление. Анатолий родился в 1943 году. Отец его был фронтовиком и в то время воевал, поэтому счел, что жена ребенка нагуляла. Узнав из ответного письма мужа о его отказе признавать ребенка, женщина решила сделать аборт. Поскольку в то время официальные аборты были запрещены, она пошла к местной знахарке, имевшей репутацию настоящей ведьмы. Но операции не удалось. Женщина выносила и родила, казалось бы, совершенно здорового мальчика. Дальнейшая судьба Анатолия была обычной. Он закончил школу и пошел в ПТУ. Отслужил в армии и, вернувшись, стал работать шофером. Сначала в автохозяйстве, а затем на фабрике имени Гладышева. Первое убийство Уткин совершил в 1968 году. Что его подвигло на это, доподлинно неизвестно. Возможно, у него были проблемы в отношениях с женщинами. 31 марта 1968 года Уткин выехал в свой очередной рейс в городе Барыш. По дороге он увидел, что на трассе гласует девочка-подросток лет 14. Анатолий остановился. Девочка, которую звали Лиза Макарова, попросила его подвезти ее в город, так как там, в больнице, лежала ее мать. По дороге Уткин вдруг затормозил и сказал попутчице, дескать, не волнуйся, забарахлил мотор, а потом накинулся на девочку. Лиза закричала, умоляла не убивать. Но маньяк понял, что жертва вполне может написать заявление в полицию. Тогда он связал Лизе руки и нанес ей несколько ударов ножом. С девочки снял часы и одежду, а тело выбросил с Берега в речку Отвель. Очередное преступление маньяк совершил уже в июне того же года. Схема была прежней. Анатолий ехал на грузовике в Барыш и увидел голосовавшую девушку. Ее оказалась 17-летняя Валентина Ананчева. Все повторилось. Водитель согласился подвезти попутчицу в соседнюю деревню, но по дороге внезапно остановился, набросился на нее, ударил по голове, отчего жертва потеряла сознание. Далее Уткин завез Валю в лес, надругался и убил. Тело прятать не стал, но все так же, как и в прошлый раз, снял с девушки все вещи. Несомненно, вещи жертв были неким фетишем для маньяка. Он оставлял их себе, как своеобразные трофеи. Была еще любопытная деталь. Все эти вещи он дома примерял на большую куклу. Когда-то в далеком 1942 году его отец подарил ее – его матери. Кстати, сам факт подарка подтверждает, что родители Анатолия, как минимум, встречались в 1942 году, а значит, ребенок мог быть и не внебрачным. Возможно, горькое ощущение своей ненужности отцу стало самым сильным переживанием детства маньяка, кто знает. Его третьей жертвой стала Таня Аксенова. Она, как ни в чем не бывала, гуляла по городу, поздней ночью. Преступнику было несложно заманить ее в глухое место, надругаться и лишить жизни. Вещей с тела Тани Анатолий не забрал, вполне возможно, его что-то спугнуло. Бездыханную девочку нашли на следующий день, 26 сентября. Именно с нападения на Таню маньяк приобретает новый почерк. Если раньше он выбирал исключительно голосовавших на трассе девочек, то с этого момента он начинает искать жертву самостоятельно, не полагаясь на случай. Его действия стали более продуманными. Из-за резкой смены почерка маньяка долго не могли поймать. Убийства не связывались с следователями въедино, так как почерк разнился. К тому же преступник умело заметал следы. Очередной жертвой стала Люба Строганова, 8 октября 1968 года. Уткин подкараулил ее около дома, где она жила. Девушка поздним вечером спешила на свидание к жениху, но влюбленным не суждено было встретиться в тот вечер. На их пути встал кровавый маньяк. Анатолий набросился на Любу сзади, зажал рот и нанес несколько ударов ножом. Но, несмотря на весь ужас положения, девушка не растерялась и оказала серьезное сопротивление преступнику. Тот не ожидал такого отпора, немного оторопел, благодаря чему жертве удалось вырваться из его рук и убежать. Казалось бы, после такой неудачи маньяк должен был на какое-то время остановиться, но он уже не мог. Поэтому новую жертву он подкараулил уже через полтора месяца, 28 ноября 1968 года. Люба Стоек спешила в школу, и Анатолий предложил подвезти ее. В кабине машины Уткин оглушил девочку, завез в лес, нанес ей множество ранений. Это событие вызвало уже большой резонанс в районе. Анатолию пришлось на некоторое время затаиться. На новое преступление он пошел уже только в мае 1969 года. Тогда он поздним вечером в центре Ульяновска увидел молодую женщину, над которой повторил свои злодеяния. Все произошло прямо во дворе дома, где жила жертва. Тело преступник оставил там же. После этого поиски маньяка активизировались, и Уткин понял, что ему необходимо залечь на дно. Тогда он пошел стандартным путем, совершил мелкую уличную кражу и был с легкостью задержан сотрудниками милиции. В августе 1969 года Анатолия Уткина осудили на три года. На это время нападения на девушек в Ульяновске, разумеется, прекратились. На свободу Анатолий вышел только в октябре 1972 года и сразу же решил продолжить свою карьеру. Выйдя он вернулся в родительский дом и обнаружил там симпатичную жиличку лет 17, Александру Скирдонову. Она училась в местном техникуме и снимала комнату у его родителей. Уткину девушка понравилась, он всерьез пытался за ней ухаживать, но та и не думала показывать эти отношения, к тому же Уткин ей совершенно не нравился. Тогда маньяк подождал момента, когда дома никого не было и напал, но убивать не стал. После отсидки в сознании маньяка произошел некий перелом, он стал лишать жизни, уже более не для удовольствия, а скорее для материальной наживы. Именно этим объясняется то, что уже после освобождения он впервые убил мужчину. Очередной жертвой стал попутчик Анатолия, Николай Игнатьев. Маньяк напал на мужчину с ножом и отобрал все деньги, а тело сбросил во враг у обочины. Следующими жертвами преступника оказались две девушки-попутчицы, которых он лишил жизни с разницей всего в неделю. Последнему своему преступлению маньяк долго готовился. Оно было совершено из жажды наживы. Он похитил у фабрики оружие, взломал и ограбил киоск, а также залез на фабрику имени Гладышева, где работал и лишил жизни диспетчера. Как работник фабрики Анатолий знал, что сегодня должна быть зарплаты и что на руках у диспетчера крупная сумма денег. Но он не подозревал, что деньги уже в сейфе. Поняв, что ошибся, Уткин облил сотрудницу фабрики соляркой и поджег, предварительно взяв сумочку с зарплатой женщины. Арестовали Анатолия 9 февраля 1973 года по горячим следам преступления. Было найдено обугленное тело Исаевой со следами ножевых ранений. Мотив преступления не вызывал сомнений, кроме того было понятно, что убийца свой, ведь он точно знал о выдаче зарплаты. В диспетчерской было оставлено ведро с соляркой и оказалось, что оно закреплено за машиной Анатолия. В пользу версии о его виновности говорил и тот факт, что ранее водитель уже был судим за кражу и в момент его отсидки преступления прекратились. В результате в доме Уткина было решено провести обыск. Была обнаружена не только сумочка последней жертвы, но и многое другое. Например, двустволка, похищенная с фабрики, вещи, украденные из киоска, союз печати. Были найдены украшения, принадлежащие предпоследней жертве Уткина – Галине. В ходе следствия была установлена причастность Анатолия ко всем преступлениям. Следователи тщательно изучили все его маршруты и установили совпадение дат маршрутов с датами нераскрытых нападений на девочек и женщин. При расследовании уточнялась и личность преступника. По месту работы он характеризовался положительно, мать и сестра также не могли сказать о нем ничего плохого. Кроме того, выяснилось, что Уткин успел дважды жениться и имел двоих детей. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Анатолия полностью вменяемым. На суд были доставлены все возможные свидетели, включая выживших жертв маньяка. Свидетели доставлялись из разных уголков страны, ведь многие уже успели к тому времени переехать. Люди съезжались на процесс из Перми, с Курильских островов, из Рязани и других городов. Именно подробные свидетельские показания не позволили маньяку уйти от наказания. Но Уткин не собирался сдаваться, он отчаянно пытался доказать свою непричастность к некоторым из убийств, например, Любы Стоек и Тани Аксеновой. В дальнейшем стал отрицать и свою вину в тех преступлениях, в которых раньше признавался, однако улики следствия были неопровержимы. Да и за лишение жизни хотя бы одного человека его бы приговорили к казни. Также он пытался изображать психически больного и тоже неуспешно. 13 декабря 1974 года суд приговорил Анатолия Уткина к смертной казни. Ходательство маньяка о сохранении жизни было отклонено. 12 сентября 1975 года Ульяновский маньяк был расстрелян. Любопытно, что имя и дела преступника долгое время были неизвестны. Дело в том, что убийства происходили в родном городе Ленина, и поэтому процесс был строго засекречен. Ведь в таком славном городе просто не может быть маньяка. Да и после 2000-х годов начали раскрывать огромное количество преступлений, о которых молчали. Поэтому у меня для вас будет еще много всего интересного. После казни Анатолия нашлось много людей, которые утверждали, что его подставили, что дело было сырое, а улики подкинули. Его родители утверждали, что правоохранители решили скинуть на одного невиновного человека все преступления. Как в итоге было на самом деле уже неизвестно, но хочется верить, что обвинили все же виновного. После казни маньяка его жена поменяла фамилию себе и детям, а также их отчество из-за разъяренных местных жителей, которые не давали спокойно им жить и грозились расправой за грехи отца и мужа.